Всем привет! Меня зовут Таня, и сегодня я записываю видео на новую тему на своём канале. Эта тема касается авиации. Кто не знает, год назад примерно я уволилась с работы. Работала я 4 года в Аэрофлоте, и вот спустя время я хочу поделиться с вами, какие же были минусы в моей работе. Вчера я уже записывала такое видео, но там я рассказывала сразу и про плюсы, и про минусы, и видео вышло на целый час, поэтому я решила разделить его на две части и чуть-чуть посократить, и в этом видео я расскажу только про минусы. Я немножечко набросала себе список, чтобы было более всё структурно, чтобы последовательно рассказать о каждом пункте. И давайте я начну с такого самого неочевидного. Это минус в плане путешествий. Казалось бы, какой здесь может быть минус, потому что, как известно, все бортпроводники путешествуют по миру, за границу, куда-то ещё. Но, во-первых, если вы работаете в такой компании, если вы собираетесь устраиваться, например, в такую компанию, как Победа, то максимальные командировки, которые можно ожидать от этой компании, это командировки по России. Я работала в авиакомпании Аэрофлот, и у нас там были действительно классные командировки, но почему тогда я внесла этот пункт в минусы? Всё потому, что эти командировки длились 24 часа в среднем, то есть бывало и 12 часов, бывало и 2-3 дня. Максимальная командировка, которая была в Аэрофлоте, на моей памяти, это 5 дней. Это была единственная командировка на Вородеро, но мне посчастливилось туда слетать несколько раз, поэтому суммарно на Вородеро я была, наверное, более 20 дней, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому в основном, чаще всего, практически 95% командировок — это 24 часа. В эти 24 часа также закладывается время ухода с борта самолёта, время дороги до гостиницы, также время пути назад в самолёт. Желательно в это время ещё заложить и сон после рейса и перед рейсом. Это, конечно же, по желанию каждого бортпроводника, но в руководстве было написано, что перед рейсом обязателен 8-часовой сон. Но бывали командировки, например, в Мадрид я летала на 12-часовую командировку, и мы там с ребятами не спали абсолютно, то есть мы прилетели ночным рейсом. Соответственно, перед рейсом мы также не спали, потому что был день. После рейса мы прилетели утром и сразу же пошли, поехали в город гулять. Вернулись мы под вечер и сразу же полетели обратно. То есть получается суммарно мы не спали около двух суток, чуть поменьше, но это было очень тяжело, и организм прям страдал. И, конечно же, за такое короткое время очень сложно посмотреть полноценно город, обойти все достопримечательности, это вообще невозможно. Например, два раза я летала в командировку в Японию, это опять же 24 часа. Первый раз мы летали в пригород, который называется Нарита. И от этого пригорода до самого Токио ехать нужно было примерно 3 или 4 часа на электричке. Конечно же, в центр Токио никто не отправился, потому что после такого долгого рейса Москва, Нарита, рейс, я помню, длился 10 часов. Естественно, хотелось спать, но спать отправились буквально пилоты и старший бортпроводник. Все остальные пошли гулять в парк неподалеку от отеля. Мы прогулялись, пошопились, купили там всяких продуктов, витаминов и отправились в отель. Прогулка примерно заняла у нас 5 часов, и все отправились спать, потому что джетлаг, недосып, ночной рейс и так далее. И всегда, в каждую командировку приходилось выбирать между сном, сном, здоровьем, хорошим самочувствием, либо прогулкой по городу. В первые годы-два я всегда выбирала прогулки, я всегда ездила куда-то обязательно. Даже если никто не выходил из отеля, такое было всегда в Китае, всегда в Китае, почему-то все сидят в отеле. Я все равно отправлялась гулять абсолютно одна. А спустя 2 года работы, все-таки мой выбор падал в основном на сон, на здоровый образ жизни, потому что возраст и потому что приоритеты. Следующий минус я бы не отнесла категорично к минусам, это может быть и минус, и плюс. Это люди. Понятное дело, люди бывают и хорошими, и не очень хорошими. И если вы работали с людьми, то вы понимаете, о чем я говорю, потому что настроение правит всеми. Внешние обстоятельства правят всеми. Если там что-то, не дай бог, стряслось на стойке регистрации, куда-то не туда посадили, заставили платить за багаж и прочее-прочее, весь этот негатив сливается, естественно, на представителей компании. А представителями авиакомпании являются бортпроводники, потому что именно они встречают людей на самолете, именно они находятся в форме, поэтому именно на них льется весь негатив. Конечно же, многие люди понимают, что лично сотрудники бортпроводники, они не виноваты. Некоторые пассажиры, конечно же, бывают неадекватные немножко, но таких очень мало. Поэтому приходится выкручиваться, приходится работать с конфликтными пассажирами. И все равно, если вы знаете правила авиакомпании, если вы знаете руководство, если вы знаете, как поступать в каких-то ситуациях, вы всегда будете правы. Но одно дело быть правым, другое дело получать весь этот негатив, как-то справляться с ним. Помимо этого еще есть остальная работа. То же самое бывает, если на последних рядах закончилась курица или рыба, или мясо. Чаще всего пассажиры, понимающие, они понимают, что такая ситуация, в этом нет ничего такого. Но многие относятся к этому резко негативно. Некоторые могут начать кричать, говорить, что, мол, мне все равно, ищите где хотите, я буду только курицу или только говядину. И с такими пассажирами опять же приходится справляться. Но еще раз повторюсь, что таких людей меньшинство. И в основном все люди адекватные. Поэтому очень важный навык у тех, кто работает с людьми, просто не воспринимать все на свой счет, выходить с работы и отпускать все ситуации, которые произошли. Далее перейдем к следующему минусу, и это график работы. График работы такой, что в четверг, например, ты не знаешь, что ты будешь делать на этих выходных. Будешь ли ты работать, будешь ли ты выходной в этот день, можешь ли ты забронировать какое-то мероприятие, событие, купить билет на концерт, купить билет в театр или в кино и так далее. Ты не можешь планировать, потому что ты не знаешь, что произойдет через два, через три, через четыре дня. Под это приходится подстраиваться. Даже расскажу вам такую ситуацию, когда в связи с этим графиком мне пришлось переносить дату росписи с моим мужем. Представляете, мы запланировали эту дату примерно за месяц. Конечно, можно было бы заказать выходной, но это нужно делать сильно заранее, месяца за полтора желательно. И на эту дату у меня не получилось взять выходной, и мне поставили рейс. И пришлось лететь, потому что ничего ты с этим не сделаешь, нельзя никому позвонить и попросить, поэтому мы перенесли нашу роспись в надежде, что повезет, и мне не поставят рейс. Так и случилось, и со второго раза мы все-таки расписались. Также минусом графика является отсутствие режима, недосып, ночные рейсы, никакого постоянства. Вы можете сегодня вылетать с утра, например, проснуться в 5 утра, прилететь вечером, на следующий день вы вылетаете вечером и летите всю ночь, на следующий день вы опять вылетаете рано утром, прилетаете вечером. И такой график, конечно же, очень тяжелый. Одно дело, если бы вы постоянно работали в ночную смену, организм бы подстроился, наши внутренние биоритмы как-то подстроились под эту ночную смену. Но когда вы летаете то в ночь, то рано утром просыпаетесь, режим просто, режиму нет. Классическая ситуация, когда ты летишь всю ночь, прилетаешь домой утром, часов в 11, ложишься спать, просыпаешься вечером, и не понимаешь, где ты, что ты, какой день недели, сколько времени. ты просто в каком-то таком состоянии, непонятно. Еще один минус, это условия работы. Я думаю, не секрет, что бортпроводникам приходится работать в очень тяжелых условиях, на высоте 10 тысяч метров от земли. И, конечно же, это давление, это варикоз. Также у многих бортпроводников происходит опущение внутренних органов, постоянные отеки, постоянно отекшее тело, лицо, ноги, потому что в самолете мы отекаем, воздух как бы расширяется, мы тоже расширяемся вместе с этим, легкие расширяются, и все-все-все расширяется, и мы отекаем. При этом сухой воздух, сушится кожа, сушится лицо, также глаза, они очень сохнут, и такое ощущение неприятное. Также девушки вынуждены работать на каблуках, а самолет практически никогда не летит вот в таком вот ровном состоянии, он летит либо вот так вот чуть-чуть под наклоном, либо вот так вот чуть-чуть под наклоном. Это нужно для сопротивления с воздухом, и поэтому нам всегда приходится либо подниматься в гору, можно сказать, либо быстренько-быстренько спускаться, и это все на каблуках, это все очень тяжело, после этого очень сильно болят ноги, и это даже не сравнится, как если бы вы целый день просто гуляли на каблуках. Поверите мне, я знаю, о чем говорю. Еще один фактор, который я бы отнесла к минусам работы, и это внутренние правила и определенный регламент, который должны соблюдать все. Это начинается макияжа, прически, формы, одежды, внешнего вида, часов. Это касается каждой, каждой мелочи во внешнем виде борпроводника. Муникюр всегда должен быть в нежных, пастельных, розовых тонах. Нельзя покрывать даже молочным цветом. Если знаете, раньше был такой прям бум на цвет Люксио Кой, это прям такой молочный, приятный оттенок. Я бы даже назвала его нюдовым, но и его тоже нельзя наносить борпроводникам, потому что делали замечания девочкам. Также, когда я только начала работать, буквально в первый месяц мне сделали замечание, что у меня прозрачное покрытие, а должен быть именно цвет. После этого я всегда делала маникюр, и больше замечаний по ногтям у меня не было. В период коронавируса очень многие девушки получали замечания, когда перед рейсом к ним подходили инструктора, просили снимать, чуть подспустить маску, и показать, есть ли у них макияж, нанесена ли помада. Если макияжа не было, помады не было, то это опять же замечания, опять же лишение премии и прочие санкции. Волосы также всегда должны быть убраны в низкий аккуратный, прилизанный пучок. Пучок не может быть таким объемным, пышным. И первое время я просто терпеть не могла эту прическу. Мне казалось, что она мне абсолютно не идет. Потом, конечно же, спустя время я смирилась, и она мне даже понравилась. Когда я увольнялась, я думала, что я все равно буду носить эту прическу в повседневной жизни, но нет. Мне нравится делать укладки, как-то ухаживать за ними, чтобы они были просто распущенные, чтобы им было свободно, комфортно, чтобы их не ломали резинки, невидимки, заколки. Поэтому, конечно же, правила по внешнему виду у стюардесс очень строгие. Следующий минус для меня это карьерный рост. Я видела на ютубе видео, где девочка говорит, что карьерный рост является плюсом в работе бортпроводников, но я с этим категорически не соглашусь. Да, у бортпроводников есть градация, это обычный рядовой бортпроводник, бортпроводник класса бизнес, старший бортпроводник и инструктора. Но начнем с того, что разница в зарплате между рядовым бортпроводником и старшим не такая большая по сравнению с обязанностями и ответственностью. Старший бортпроводник отвечает за все на рейсе, отвечает за всех членов экипажа, за всех пассажиров, за все, что случается на рейсах, какие-то ситуации, конфликты, за все это отвечает старший бортпроводник. То же самое и с инструкторами. У них не такая уж и большая зарплата, чтобы отвечать за большое количество человека, за большое количество бортпроводников. И если кто-то из их бортпроводников, которые находятся в их группе, как-то накосячил, и этого бортпроводника лишили премии, то премии также лишают и инструктора. И эта система, мне кажется, в корне неправильная, потому что всех, кто ответственен был за этого бортпроводника, их всех по цепочке лишают премий. Зарплата у бортпроводников, кстати, не такая уж и большая, как некоторые считают. Например, средняя зарплата за последний год, который я работала, была примерно 100-110 тысяч рублей. Эта работа, мне кажется, идеальна для подростков, студентов, которые, например, учатся на заочке или на дистанционке, и при этом зарабатывают такие деньги. В целом, для них, мне кажется, это нормальный уровень, но когда тебе уже 25 плюс, например, или ты планируешь ребенка, то жить на такие деньги в Москве это очень и очень сложно. А старшие бортпроводники получают зарплату примерно на 20-30 тысяч больше. В целом, это все минусы, которые я смогла выделить в этой работе. Если есть какие-то еще минусы, то, возможно, они являются не такими критичными. Так что да, вот такое вот было видео. Надеюсь, вам было интересно и вам оно понравилось. Ждите вторую часть, где я поделюсь уже плюсами работы стюардессой, бортпроводником. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и всем пока-пока! Пока!